Двое безработных хабаровчан стали фигурантами уголовного дела. Подельников 26 и 33 лет обвиняют в приготовлении коммерческому подкупу и покушении на мошенничество в сфере кредитования. Осуществить задуманное приятелям не удалось. С начала 2014 года они находились под пристальным вниманием оперативников управления по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудников ФСБ. Следует отметить, что участники группы неоднократно попадали в поле зрения полиции. В отношении них велась оперативная разработка, что и повлияло в конечном итоге на их задержание. Подельники были схвачены в центре Хабаровска 30 сентября. Руки засты. Здорово, посмотри. Здорово на землю. Пока признательные показания дает только один задержанный, второй свою вину отрицает. Целью злоумышленников было получение 90-миллионного кредита в одном из государственных банков, якобы на развитие бизнеса. Возвращать деньги подельники и не собирались. Мужчины открыли фиктивную фирму и подготовили поддельные заключения о налоговом балансе и оценке имущества. Одобрение займа они планировали, прибегнув к помощи сотрудника службы безопасности, в обязанности которого входит проверка достоверности документов. Согласно заранее разработанному плану, один из подозреваемых неоднократно встречался с начальником службы безопасности банка и просил его оказать содействие в получении кредита. Первоначальный злоумышленник предлагал заплатить за эту услугу 10 миллионов рублей, затем ставка поднялась до 15 миллионов рублей. Несмотря на уговоры, сотрудник службы безопасности отказался от предложения. Сейчас оба подозреваемых находятся под домашним арестом. Ранее они не были судимы. С места происшествия Сергей Полоектов, Анастасия Кузьмина и Александр Шумихин.